100 тысяч голосов за 6 дней. До 30 апреля продолжается всероссийское голосование за объекты благоустройства общественных пространств в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Проголосовать можно за свой любимый парк, бульвар, сквер или площадь. Чтобы сделать город уютнее, необходимо оставить свой голос на платформе 63.городсреда.ру, пишет телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». В Самарской области ожидается мощный паводок. Синоптики прогнозируют уровень воды выше среднемноголетних значений на 55-240 см. В марте-апреле в зону подтопления могут попасть населенные пункты и дачные участки. МЧС напоминает, что жители частных домовладений также должны включиться в работу по предотвращению паводка, убрать со своих участков снег, позаботиться о животных и в случае опасности вызывать специалистов, информирует телеграм-канал Кировского района. Администрация Куйбышевского района напоминает, что в связи с проведением плановых ремонтных работ 26 марта с 10 до 16 часов подача электроэнергии будет приостановлена в некоторых домах по улицам Фестивальная, Арбатская, Восковая, Ковровская и Лепеговская. Администрация Самарского района проводит конкурс «Весенний марафон чистоты». К участию приглашаются жители района. Предусмотрены следующие номинации «Чистый двор», «Единый двор», «Чистые инициативы» и «Герои чистоты». Конкурс проводится с 25 марта по 26 апреля. С более подробной информацией об условиях можно ознакомиться в положении проведения конкурса в телеграм-канале Самарского района. Субтитры создавал DimaTorzok